Не знаете? Тогда давайте рисуем по-другому. Число сочетания из n по 0 умножить на число сочетания из n по n. Число сочетания из n по единице умноженное число сочетания из n по n плюс 1 и так далее. И в конце число сочетания из n по n умноженное число сочетания из n по n. Найти сумму квадратов обычных, не гауссов, а обычных чисел сочетаний. У этой задачи есть винатурное решение совершенно очевидное, есть решение алкоголическое, как уходовой. Выберем n элементов из 2n. Мы можем выбрать, надо выбрать несколько из первой половины и несколько из второй. Представьте себе, что у нас есть 2n предметов, которые сложны на n и еще и предметов. И нам нужно из всех этих предметов выбрать n штуку. Ну, во-первых, по определению числа сочетаний, это можно сделать со сочетанием из 2n по n способам. А во-вторых, смотрите, как это можно сделать. Можно отсюда взять 0 предметов, а отсюда n. Или отсюда взять 1 предмет, отсюда n-1. Или отсюда 54 предмет, а отсюда n-54. Так, идея порядка? Хорошо. Но уж больно это равенство, что называется, зависит от того, что здесь n, здесь n. А давайте чуть-чуть изменим ситуацию. Давайте здесь будет предмет не n, а m. Тогда нужно будет выбирать из n плюс m. И давайте выбирать нужно будет некоторое количество t предметов. Вот давайте подумаем. Значит, количество способов выбрать t предметов из n плюс m предметов. Это что такое? Так, вы считаете? Это очень просто. Это вы должны взять несколько из этих. Взять несколько из этих, но при этом так, чтобы количество было бы в точности равное. Формулу это опишем в следующем образом. Число сочетания из n по r умножить на с n по s, где r и s это не производные числа, а вот такие же суммы, как одна в 3. Так, пока все понятно? Вот. У этого варианта даже название есть. Тождество Вандермунда. Такое симпатичное, замечательное тождество. Еще один комментарий. Если вы возьмете многочлен 1 плюс x в степени 2n, то вот это вот число, наше число сочетание, это коэффициент при x в степени n. А если вы его разложите на множители, 1 плюс x в степени n умножить на 1 плюс x в степени n и перемножить, то как раз получится, что вы из одной части берете там x в какой-то r степени с коэффициентом число сочетания из n по r. И из другой части вы берете x в n минус r степени с коэффициентом число сочетания из n по r. Ну, это, собственно говоря, то же самое, да, это и вот это, просто на разных языках строго одно и тоже. Так вот, теперь забываем про вот эту простую комбинаторию, простую алку и задаем вопрос. А если здесь написать внизу q, это так или нет? А если нас интересуют необычные числа сочетания, для которых мы это показывали только что, а если нас интересуют гауссовые числа сочетания, алгебраические доказывать хотите? А я могу. Алгебраические, это очень легко, ребята. Что такое вот это вот? Что такое? Это вы должны взять, упоминаю, а плюс в, возвести в степень n плюс m. Я правильно все говорю? В определении. Что это за шум? Это нужно а плюс в возвести в степень n плюс m. Отлично. В определении сумма. Так, а и в это не любые. Я напомню, что v, а это q, а в степени n плюс m минус t, b в степени t. Сумма по всем возможным терминам. Я просто пишу здесь от 0 до n плюс m, но это как раз не так важно. Потому что сейчас мы увидим, что индекс суммирования не так уж и обязательна. Хотя они, конечно, есть. Что мы делаем дальше? И дальше мы говорим, что вот эта штука это а плюс b в степени n умножить на а плюс b в степени n. Ну, собственно, когда не было как у, мы делали ровно так же. И сейчас надо записать, что это такое. Это есть сумма число сочетаний из n по r. a в степени n минус r, b в степени r. Так, r выиграет значение от 0 до n. И вот этот, второе множитель, второе множитель это сумма из n по s. Заметьте, пока все хорошо получается. Да, все абсолютно понятно. a в степени m минус s, b в степени s. Ну, эти вот коэффициенты, это многочлены от q, просто коммутируют, поэтому можно коэффициенты передвигать. Проблема в том, что здесь есть b в степени r, а здесь a в степени m минус s. Они между собой, а и b, их мутируют. Поэтому нам придется вот это, вот, передвинуть сюда, это легко, это делается без сети множителей. a в степени n минус s остается, вначале, а вот n меняется с этим, и при этом возникает q в степени r умножить на n минус s. Таким образом, господа, я пишу такое вот крайне, это сумма по r от 0 до n, s от 0 до m, вот, дальше пошли. Из n по r, гауссов и бенемиарный коэффициент, умножаем на гауссов и бенемиарный коэффициент из m по s. Умножаем на q в степени r, m минус s, умножаем на a в степени n плюс m минус r минус s, и умножаем на q в степени r минус s. Так, теперь пора задуматься, как же эту форму подправлять. Нас интересует коэффициент, вот это же такое, коэффициент при b в такой степени, d, a в степени r плюс r минус r. Значит, r плюс s равно t, это абсолютно нормально, так это должно быть. Вот, предупредение этих действительно так должно быть. Единственное, что мы должны добавить, вместо вопроса, это поправочный множитель q в степени r умножить на m минус s. Ну и, конечно, здесь нет, здесь, конечно, r, но здесь, конечно, r. У в степени r умножить на m минус s. Вот так выглядит должность фондер-монта для гауссовых коэффициентов.